Вот мы находимся у здания узбекского посольства в городе Москве. Огромное, шикарное здание. Здесь находится большое количество сотрудников из Узбекистана. Получают огромные зарплаты. Я вот не знаю, нужно ли нам это посольство, если оно не помогает миллионам нашим трудовым миграторам, находящимся в России, тысячи из которых в тюрьмах сидят, тысячи из которых сидят в спецприемниках, как су-стик называется, у которых потерян документы на выдворение, у них нет денег, чтобы ехать. И вот месяцами, а то и годами сидят в этих спецприемниках. Хотя они не совершали никакого уголовного преступления. Сколько количества людей погибает в автокатастрофах, чтобы есть выезды, на границу Казахстана ездят. Вот на дня, два дня назад тоже в автобусе погибли люди. Сколько людей вот умерших здесь, нет денег, чтобы отправить их на родину. 15 человек погибли, еще четверо ранены в крупной автокатастрофе под Брянском. Все они находились в микроавтобусе, который, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Как заявляют в региональном ГИБДД, скорее всего, водитель уснул во время движения. Пассажирами автобуса были рабочие из Узбекистана, которые ехали с КПП на границе с Украиной, где продлевали свое пребывание в России. На месте аварии сейчас работают следователи. Бесхозные. Вот чем занимается эта организация, я не знаю. Можешь их распустить, закрыть и деньги отдать народу. Зачем вам тогда? Какое вам посольство нужно? Я вот данным видеообращением обращаюсь к новому президенту Узбекистана, господину Мерзиёеву. Господин Мерзиёеву, или присылайте нормальных послов и сотрудников, которые будут работать. Или такого балагана нам не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok